прям бомба так что по дыхательной системе я вам еще не рассказал дыхательная система точнее то есть вы видели там график короче вот такой вот да вот здесь вот что-то вас смущало что там происходит то есть вот было где был то есть по этой шкале время а по этой шкале объем объем воздуха который находится в легких это задание вас смущало там отреагируете как-нибудь чтобы я понимал там одну она или нет а так давайте теперь разберем какие понятия первое это жизненная емкость легких жизненная емкость легких что она из себя включает дыхательный объем дыхательный объем этот воздуха тот объем воздуха который мы вдыхаем и выдыхаем спокойном состоянии то есть вот когда мы сидим на стуле вот спокойно просто дышим вот этот объем воздуха который мы вдохнули который мы выдохнули вот это вот будет дыхательный объем ну допустим дыхательный объем возьмем 1300 примеру кончила оказим что вот он 1300 есть также резервный объем вдоха и есть резервный объем выдоха у меня такое ощущение что у некоторых вас вот просто какие темы объясню тесты по человеку должны на сотку начинать решаться потому что если вы их как-то решили на 90 значит все остальное должно быть окей то есть вот то что касается дыхательного объема жизненной емкости легких кожа хорошо до кожи тоже так резервный объем вдоха то есть вот мы в спокойном состоянии вдохнули допустим 1300 вот это что мы можем вдохнуть дополнительно к примеру дополнительно 1400 может много взял возьмем здесь здесь 700 возьмем а сюда возьмем 1300 и резервный объем выдоха давайте возьмем 1200 допустим то есть когда мы спокойном состоянии дышим и когда мы уже сделали выдох мы после этого выдоха можем еще выдох то есть мы как бы выдохнули и такие еще выдох вот этот вот объем который мы можем выдохнуть он и называется резервный объем выдоха так дыхательный объем резервный объем выдоха но буковка вы я думаю как объем всем понятно ничего такого сложного не должно быть в этих сокращениях а это и резервный объем вдоха сокращение если мы это все вместе суммируем то у нас сколько здесь получается 3200 то есть в данной ситуации жизненная емкость легких будет 3200 так с этим понятно теперь когда мы возвращаемся к этому графику мы понимаем что вот отсюда до сюда ну давайте вот вот так вот точки возьмем увеличу вот а b c значит вот у нас вдох вот у нас выдох согласны вот это вот разница да отсюда до сюда вот это вот будет дыхательный объем теперь отсюда отсюда до сюда на это будет резервный объем вдоха естественно вот отсюда до сюда будет резервный объем выдоха жизненная емкость легких это будет соответственно вот это вот отсюда до сюда вот этот весь объем это будет жизненная емкость легких то есть вот это вот будет вот это вот часть резервный объем выдоха вот этого часть резервный объем вдох на этом но и надо глянуть посмотреть что там вас хотят просят посчитать опять же если вы понимаете что совершается вдох или выдох вот эту часть я вам уже рассказывал то есть рисуем выдох давайте вот выдох на рисуем выдох это значит на вдохе было диафрагма вот так положено то есть когда происходит выдох происходит поднимается расслабляется диафрагма и становится куполообразный расслабленный диафрагма расслабляется внутренние межреберные мышцы они не будут делать они будут сокращаться на соответственно будет грудная клетка опускаться то есть сама грудная клетка будет опускаться вот а наружная межреберные мышцы они что делать расслабляются и это наружная наружная межреберные мышцы они расслабляются внутренние межреберные мышцы сокращаясь грудная клетка что делать опускается все видят как это происходит как это все понятно вам то есть грудная клетка опускается диафрагма вот она расслабляется межреберные мышцы сокращаются внутренние внутренние межреберные мышцы сокращаются а наружные расслабляются так здесь понятно это когда мы вот про выдох говорим вот таким образом произошел выдох вот представили эту картинку грудная клетка уменьшилась в объеме воздуху давление и внутри грудной клетки конечно же стало выше чем снаружи поэтому воздух вышел туда где давление но как из воздушного шарика воздушном шарики давление больше внутри больше чем снаружи поэтому воздух из него выходит наружу понятно значит если речь идет про вдох вдох на этой диаграмме мы опять же можем видеть где находится то есть вдох это вот это и вот это это вдох а где находится выдох выдох это вот это и выдох это вот это выдох на потому что объем умчается ведь здесь вот видите это по этой шкале располагается то есть объем легких вот это как он изменяется во времени так еще раз как происходит вдох вот грудная клетка соответственно у вас была расслабленная диафрагма диафрагма сокращается и опускается вот наружные межреберные мышцы они будут сокращаться наружные межреберные мышцы сокращаются внутренние межреберные мышцы вот эти они будут расслабляться то есть благодаря тому что сокращаются наружные межреберные мышцы то есть вот у нас стрелочкой обозначено то есть диафрагма идет вниз диафрагма идет вниз соответственно объем клетки увеличивается еще идет сокращение межреберных мышц еще постараюсь идет сокращение наружных межреберных мышц которые поднимают грудную клетку вот и получается что дом и этому совершается вдох то есть грудная клетка поднимаясь так всем все понятно стало с этим по поводу кожи какие вопросы давайте вот по коже я вот частично что-то расскажу потом посмотрим какие вопросы вас что вас смущает у нас кожа делится на эпидермис эпидермис и дерма эпидермис у нас имеет слой ростковый который делится и содержит меланин вот именно он содержит меланин вот этот вот ростковый слой так то есть идет деление клеток вверх и плюс меланин содержит меланин это пигмент темного цвета сверху будет слой который будет ороговевающий слой давайте вам так вот просто схематично же рисуя да поэтому то есть следующий будет ороговевающий эпидермис он образуется из эктодерма а дерма образуется из мезодерма как соединительная ткань и в дерме будут вот дерма что у нас есть в дерме давайте вот красненьким будем обозначать тут будут сосуды тут будут потовые железа волосяные луковицы будут сальная железа это все будет здесь дальше после вот этого вот всего будет идти подкожно-жировая клетчатка то есть ее можно вот тоже вот так вот обозначить тоже соединительная ткань еще и жирок будет подкожно-жировая клетчатка липоциты там и так далее не располагаются сосудики после уже подкожно-жировой клетчатки будет располагаться фасция и под фасции будут располагаться мышцы ну то есть вообще любая мышечная ткань она покрыта фасция соединительная тканая оболочка которая благодаря вот этой вот оболочки мышцы соседней группы соседних групп не трутся друг от дружку вот потом дальше будет располагаться фасция и потом уже будут располагаться мышцы там сосуды и так далее все изучать то есть вот это это подкожная так жировая клетчатка так вопросы пока у вас еще похоже какие-то остались не остались то есть такой минимальный набор знаний который плюс-минус должен вам помочь я просто не помню что там спрашивалось по коже если что я еще тоже не решил но 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 смотрите какая красота вот есть анализаторы выделительная система кожа и внутренняя среда организм вот тестики небольшие там до 30 вопросов поэтому ну и стоит порешать анализаторы там 89 ой там 100 100 вопросов я умудрился тоже там чуть-чуть все как наделать ну чё это нормально понятники на то есть можно решить тестик опять же я за то чтобы был какой-то у вас базовый уровень то есть вы так такие понимаете что у вас допустим тест и стэшные да то есть вот цитры вот это прям база база если у вас получается цитэшный тест которые вот здесь вот вот они вот эти вот тесты у вас получается решать на 90-100 то есть прям куры уверенно получается ну то есть 91 86 нужно разбираться в чем проблема что не так то есть если уверенного насти корнухова 91 92 все уверенно получается решать тесты нужно и будет продолжить конечно же решать смотреть какие там вопросы еще существуют и плюс к этому но еще по теме пора решать чтобы немножечко объемы у вас знаний как считали больше глубже чтобы вы увереннее отвечать на все остальное вот но вот это вот тема на колонка скорость я вот прям тащусь она сто процентов характеризует но вашу продуктивность вашу производительность обращайте на это внимание моя рекомендация это кто не дотягивает до этого циферки 638 вчера вечером как она считается я просто тупо взял суммировал скорость всех и разделил но то есть на всех то есть это средняя скорость всех участников то учит биологию вместе для начала я порекомендую тем кто до этой цифры не дотягивается дотянуться до нее хотя бы до средней скорости вот то есть вы еще вдумайтесь насколько это позитивная цифра вот если мы возьмем там 14 запятая 9 на 19 примерно 14 правильных вопросов в день в среднем да вот насти кранаухова как бы отвечает в сутки то есть во первых здесь идет концентрация конкретно на ваших правильных вопросов да то есть там 78 правильных вопросов в сутки ваша средняя скорость до с которой вы ему вы работаете тоже прикольно то есть здесь вообще не попасть ничем то есть даже если вы решили на 20 баллов в италии целых 20 правильных цветов и вы понимаете что вы за сегодня прям ух план перевыполнили вот и соответственно второе то есть самое самое первое это нужно решать тесты и второе у вас появляются вопросы и их нужно уже эту тему то есть вы такие понимаете так вот я решил решила тест на и у меня есть по определенным темам косяки есть вопрос значит мне нужно взять эти темы хорошо выучить чтобы я решил решила следующий тест и там нет таких проблем больше не было на то есть вот идет конкретная ваша работ постарайтесь максимально многое делать самостоятельно я очень рад что вы мне задаете вопросы я всегда буду стараться когда вы говорите я хочу что-то узнать там кожа еще что-то в первую очередь мы все таки будем разбирать вот эти вопросы ну потом будем разбирать все остальное так у нас тут время потихонечку нет еще не заканчивается скажите сколько ну что еще вас интересует какие вопросы вас еще интересует но эти цифры да и еще раз по задачам пройдет пройдемся по задачам я тоже открою первый вариант потому что второй еще не все решили так я же редактор куда мне ничего не открывается ладно так ладно если про задачу мы даже открывать не будем я вам сейчас еще раз просто здесь это все дело нарисую то есть у вас задачу типа операция длилась 8 часов 8 часов длилась операция течение этой операции средняя частота сердечных сокращений было 75 ударов и в минуту ну вот примерно такие задачи да ну и и просят что-то мить мы можем найти вот прям вот все давайте список целого напишу число число при сердце там давайте число желудочка давайте напишем общую диастолу ну то есть сколько отдыхает за это время и персердии желудочки да потом диастолу предсердий посчитаем и диастолу давайте желудочков посчитаем это все да для того чтобы это все посчитать 75 ударов в минуту сокращается сердце да значит нужно задать такой вопрос да сколько составляет один цикл то есть вообще всегда дает 75 ударов в минуту и это составляет цикл 0 8 секунды вопрос только нужно запоминать эту цифру и ее можно вывести я помню вы уже поняли что ее можно вывести это 60 разделить на 75 и вы поймете что вот 60 секунд на то есть если сердце делает 60 ударов вернее вернее в одном что у нас есть то есть 60 секунд в одной минуте да и 75 ударов делает за одну минуту то есть и наша задача узнать сколько составляет один цикл то есть если мы 60 секунд делим на 75 то есть у нас было ударов в минуту а теперь нужно сколько будет будет один удар длится секунду да и поэтому получается 60 разделить на 75 равно 0,8 секунды то есть вы в таких задачках в принципе эти 0,8 будете получать но загвоздка по сути не в этом загвоздка в том что систола предсердий надо помнить что 0,1 секунды систола желудочков 0,3 секунды и так как у вас общий цикл получается 0,8 то общая диастола получается 0,4 секунды и у вас остальное это просто составление пропорции то есть систола предсердий систола предсердий это 0,1 секунда секунды из 0,8 секунды цикл весь был 8 часов значит систола предсердий будет x часов здесь мы когда вот это все дело пишем у нас x часов будет чему равен это 0,1 секунды умножить на 8 часов расстелить на 0,8 секунды да и того у нас получится в ответе 1 час значит за эти 8 часов систола предсердий систола предсердий получилось 1 час систола желудочков это будет 0,3 тут 0,8 тут x часов тут 8 часов значит x будет чему равен 0,3 секунды умножить на 0 умножить на 8 часов разделить на 0,8 секунды получится сколько 3 часа общая диастола ну то есть как вы уже поняли что общая диастола получится 4 часа ну по таким же подсчетам 4 часа получится дальше диастола предсердий то есть сколько предсердий